Приветствую вас, если представить ваше внимание, вот именно внимание, как локатор, да, то есть такой локатор, который, ну, улавливает волны, волны. Которые поступают из меня, то, то, что нужно сделать вам, это всё, что нужно сделать вам, это сузить, сузить уровень, сузить границы воспринимаемого, ладно, то есть вы сейчас говорите про страх, вы сейчас говорите про, ну, то, что вы боитесь. Но, чего вы боитесь, я, если честно, не понимаю, и вы сами, ну, как бы не пишите, чего вы боитесь конкретно. Вот, да, мужчина вдовец. Да, нужно понять, почему он, ну, стал вдовцом. Вот, да, нужно увидеть вот эти вот причины, по которым он, собственно, стал вдовцом, да, вот. Вот, вот, нужно, как бы, ну, для себя вам это выделить, вот. Вот, но, если вы это сделаете, значит, то в таком случае вы уже не будете на самом-то деле бояться, вот. Самое, что, условно говоря, вы будете видеть, чувствовать, значит, что происходит. Вы будете видеть, чувствовать и понимать, что происходит. А пока вы этого, ну, не чувствуете и не видите, что происходит. Вот, то есть, тут вот нужно, в первую очередь, наверное, разобрать, чего вы боитесь. То есть, в чём вы чувствуете для себя уязвимость, скажем, ну, скажем так, да. Вот, это очень важная история, которая вам необходима для себя разобрать. Вот, с другой стороны, с другой стороны, страх ваш, ну, он как бы свидетельствует, да, о том, что у вас имеют место быть некоторые сложности, некоторые трудности, вот. И, страх говорит о том, что вы в чём-то нуждаетесь, скорее всего. Ну, ладно, какая штука. Вы в чём-то нуждаетесь, вам, вам что-то нужно. Вот. Для себя, для себя, вам для себя что-то нужно, что-то нужно. То есть, вам не хватает чего-то. Это может быть, вообще, что угодно. Это может быть, вам не хватает безопасности, уверенности в себе. В общем, вы боитесь потерять мужчину. А это, что-то вы боитесь потерять мужчину, прямо вытекает из ваших потребностей, из того, в чём вы нуждаетесь. Вот. Понимаете? То есть, вот, этот момент нужно исследовать. В чём вы нуждаетесь? Что вам нужно? Чего вы хотите? Для себя. Понимаете? Вот. Вот. То есть, тут, как бы, ну, такая вот история. Вот вы пишите, что у меня, значит, мы планируем, планируем расписаться с мужчиной, с которым четыре года вместе. Вот. То есть, вы расписываете. Вы не, как бы, не, ну, вы не женитесь в привычном понимании этого слова. Вы именно, именно, что только расписываете. А, может быть, это внушает вам какую-то, какую-то неуверенность, если вы расписываете, что без, к примеру, там, свадьбы и так далее. Вот. Как бы. То есть, тут, тут нужно подумать. Вот. Какая-то неудача с мужчиной. Неудача с мужчиной. Так что, если вы хотите, а, разобраться, это же мой вопрос. Так тут нужно смотреть,какие у вас отношения с машиной. Вот. На этом всё. Я надеюсь,что помог вам. Если у вас остались вопросы,пишите в личку, буду рад помочь. Вот. Обратите,пожалуйста,своё внимание на то,что вы пишите,что у вас беспокойство и страх что-то случится. То есть пишите,как справиться с навязчивой мыслью. То есть навязчивая мысль о чём? Знаете, обратите,пожалуйста,внимание на то,что страх и навязчивая мысль это вещи разные. Да? То есть страх возникает тогда,когда, условно говоря, есть реальная угроза. Ну угроза вам, например. Реально,да? Вот. В этом случае как бы страх идут нужно смотреть. Навязчивые мысли это совсем другая история. Навязчивые мысли связаны с вашими собственными противоречиями и вашими собственными конфликтами и так далее. Понимаете? Понимаете? Вот. Это нужно... Ну,это нужно отличать просто одно от другого. Нужно отличать. Понимаете? Ну,так что обратите,пожалуйста,на это... Обратите,пожалуйста,на это время. На это внимание своё. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен,если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Вот там,это. Продолжение следует... Ербол한다 все other программы. Песть pride. Наша Postman с skyлах.